Инструкция по подключению и использованию приложения StreamVision Управление, передача изображений и обновление программного обеспечения приборов Подключение к мобильному устройству Настройка прибора Проверка обновлений программного обеспечения прибора Настройки приложения Режим «Видоискатель» Работа с файловым менеджером Общие рекомендации по трансляциям Создание YouTube-канала Базовая настройка YouTube-канала для трансляций Трансляции Подключение к мобильному устройству Предупреждение Для приложения StreamVision требуется Android 4.1 либо новее Установите на мобильное устройство бесплатное приложение StreamVision, которое доступно в Google Play Для подключения прибора к мобильному устройству воспользуйтесь одним из двух предложенных способов Способ 1 Через интерфейс приложения StreamVision Нажимаем кнопку «Подключите прибор» Далее включаем Wi-Fi на приборе и смотрим обнаруженные Wi-Fi устройства Затем выбираем его имя в списке сетей Вводим пароль 12345 Способ 2 Через настройки мобильного устройства Включаем Wi-Fi на приборе В мобильном устройстве заходим в настройки и смотрим обнаруженные Wi-Fi устройства Затем, чтобы подключиться к прибору, выбираем его имя в списке сетей Вводим пароль, который вы можете узнать в меню вашего прибора По умолчанию это 12345 Настройка прибора Отображаемые в приложении режимы и настройки зависят от модели прибора, подключаемого к мобильному устройству Для того, чтобы настроить конкретный прибор, нужно зайти в приложение Дальше нажимаем иконку «Мои приборы» после кнопку «Настройки прибора» В данном меню мы можем настроить дату и время Отформатировать внутреннюю память прибора Удалить прибор из приложения можно только тогда, когда приложение не подключено к прибору Проверка обновлений программного обеспечения прибора Для того, чтобы пользоваться максимально возможным функционалом прибора, нужно иметь самую актуальную прошивку Для этого кликаем на кнопку «Проверить обновление» Мобильное устройство должно быть подключено к интернету Настройки приложения Для того, чтобы войти в настройки приложения, нажимаем иконку «Настройки» В данном меню мы можем менять язык приложения Посмотреть его версию Перевернуть наблюдаемую картинку на 180 градусов И активировать ночной режим, который позволит приглушить яркость экрана, чтобы не демаскировать себя во время наблюдения Также ночной режим снижает усталость глаз Режим «Видоискатель» Для того, чтобы увидеть объект наблюдения, нужно войти в режим «Видоискатель» Приложение дает возможность работать с различными настройками прибора Яркость дисплея Увеличение видимого изображения Можно выбрать мощность инфракрасного осветителя Либо выбрать режим работы «Стриминг», «Фото» или «Видео» По умолчанию «Фото» и «Видео» сохраняются в памяти прибора Чтобы сохранить отснятые материалы напрямую в память мобильного устройства Воспользуйтесь функцией «Record to Phone» Работа с файловым менеджером Для работы с файловым менеджером в боковом меню выбираем иконку «Файлы» Здесь мы можем видеть отснятые файлы Сортировать их по типу «Фото» и «Видео» Можем скачивать их с прибора на мобильное устройство Либо удалять ненужные Общие рекомендации по трансляциям Заблаговременно создайте и настройте для трансляции собственный YouTube-канал Это можно сделать с любого персонального компьютера или мобильного устройства В момент трансляции Ваше мобильное устройство должно быть подключено к интернету 3G и выше Ваш оптический прибор и мобильное устройство должно иметь заряженную батарею или пауэрбанк Создание YouTube-канала Для того, чтобы создать свой канал на YouTube, изначально нужно создать аккаунт Google Для этого заходим на www.youtube.com и в правом углу нажимаем кнопку «Войти» В открывшемся окне входа нажимаем «Другие варианты» Создать аккаунт Заполняем стандартную анкету Все необходимые данные для создания нового профиля В анкете мы можем использовать свой электронный адрес Не обязательно создавать новый в системе gmail.com Нажимаем «Далее» Подтверждаем согласие Для того, чтобы создать YouTube-канал, нужно вернуться на www.youtube.com И в левом столбце нажать вкладку «Мой канал» Есть несколько вариантов для названия канала Если канал будет личным, то оставляем свое имя и фамилию Можно назвать канал именем своего проекта Жмем «Создать канал» Базовая настройка YouTube-канала для трансляций Для корректной работы с трансляциями на канале его нужно настроить Для этого заходим в менеджер видео Нажимаем «Прямые трансляции» Дальше следуем подсказкам YouTube Начать! Выбираем страну и способ получения кода, например, по SMS Вводим номер своего мобильного телефона Вводим полученный по SMS шестизначный код Базовая настройка выполнена Канал готов к трансляции При необходимости для более детальной настройки канала Воспользуйтесь рекомендациями и подсказками от YouTube В случае необходимости показать трансляцию узкому кругу друзей Необходимо выполнить настройки конфиденциальности Трансляции Для трансляции видимого изображения в интернет На главном экране нужно включить функцию «Стрим» Также данную функцию можно включить в режиме «Видоискатель» в процессе наблюдения Нажав иконку «Режимы» Либо в меню приложения нажимаем «Стрим» Соглашаемся на использование интернет-трафика во время трансляций Нажимаем «Начать» Вводим данные созданного аккаунта Google для связи с YouTube Нажимаем «Продолжить» Дальше пишем сообщение друзьям и нажимаем «Поделиться с друзьями» Выбираем способ СМС, имейл, мессенджер, либо социальные сети После нажимаем «Начать трансляцию» Если во время трансляции есть необходимость поделиться ссылкой Нажимаем «Опшенс» Дальше «Поделиться» Дальше «Поделиться» Дальше «Поделиться» Дальше «Поделиться» Дальше «Поделиться»